В этом уроке, нарисуем вот такие вот снежинки. Цвет фона, синий. Создаем квадратный холст 1000 на 1000, заполнением, цвет фона. Создаем, новый слой. Направляющими, отмечаем центр холста. 500 пикселей по вертикали и 500 по горизонтали. Берем, жесткую кисть, и выставляем размер 3 пикселя. Основной цвет в палитре, белый. Удерживая шифт на клавиатуре, рисуем вертикальную и горизонтальную линии. Копируем слой с нарисованным крестом. Берем инструмент вращения и выставляем значение 22. Копируем крест и поворачиваем его на 22 градуса, еще два раза. Удерживая шифт, создаем круглую область выделения небольшого диаметра. Снова выделяем круглую область, удерживая шифт, на этот раз, большего диаметра. Отключаем видимость фона. Объединяем видимые слои. Снижаем непрозрачность слоя. У нас получился шаблон, ориентируясь на который, мы будем рисовать основной элемент снежинки. Берем инструмент, перо, и рисуем ветку снежинки. Редактор субтитров А.Семкин Создаем новый слой. Правка, обвести контур. Слой шаблон удаляем, он нам больше не нужен. Копируем слой с веткой. Берем инструмент вращения и поворачиваем скопированный слой на 90 градусов. Так, повторяем еще два раза. Отключаем видимость слоя фона. Объединяем видимые слои. Слой с ветками, копируем. Поворачиваем скопированный слой на 45 градусов. Снова объединяем слои снежинки. Копируем снежинку. Фильтры, разнувание, гауссово разнувание. Цвет, тонирование. Подбираем цвет. Копируем верхний слой. Фильтры, повторить гауссово размытие. Объединяем слои снежинки. Кистью рисуем центр и подбираем цвет для него. Кистья превосходного слой. Снова объединяем слои. Наша снежинка готова. Теперь можно скопировать еще несколько снежинок и изменить их положение и размер с помощью инструментов, перспектива и масштаб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...